Дорогие родители Очень много вас сегодня приветствовали и на площади вас приветствовали. И сейчас Татьяна Владимировна сказала те самые теплые, самые дорогие слова, которые вы хотели услышать. А мне сейчас хочется сказать вам не такие общие слова, а мне хочется сказать о каждом в отдельности из вас. И то, что у меня получилось, моя... Грубче всех поет Наташа, слышен голос на всех этажах, а ведь добрая девочка наша лучший друг всех людей, всех собак. АПЛОДИСМЕНТЫ Юля Юля, умница, знаток и истории, и инглэш. Ну, держись, Ильяс, держись. Юля, ты еще услышишь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей. Сергей хороший, добрый парень. Он не откажет никогда. В добре, в делах. С друзьями верен он всегда. Его мы любим, уважаем. Желаем доброго всего. Желаем счастья его маме, что вырастила нам его. Вы узнали, кто это? Узнали, кто это? АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, сегодня прощается со школой мой первый в жизни выпускной класс. Первый выпуск — это как первая любовь. Проходит быстро, а будешь помнить всю жизнь. Так у нас с вами очень быстро пролетели два этих года. Вспоминаются спектакли, селигер, поездки, уроки. Я учила вас в литературе, а вы учили меня в жизни. У Сережи Гичатова я училась принципиальности, бескомпромиссности. Маша Гаевская научила меня быть искренной, не врать, быть неравнодушной. Аня Завьяловна научила внимательно относиться к людям. Наташа Войпенко, Дима Легостаев. Для меня пример трудолюбия, ответственности, тактичности. Дима Тельпин научил смотреть на жизнь с юмором. И каждый-каждый из вас, каждый из вас, кого я не назвала, очень дорог мне. И каждого из вас я буду помнить и буду любить. Как тяжело расставаться. Кажется, что навсегда. Знаю, что будем встречаться изредка, иногда. Да, верю, что эти годы даром для вас не прошли. Школьных друзей надежных здесь вы себе обрели. В речи своей прощальной я вам хочу пожелать Всех своих лучших качеств в жизни не растерять. Будьте такими же добрыми. И не стесняйтесь жалеть, плакать, когда вам горько, а когда весело петь. Будьте такими же дружными. В гости ходите, горь-бой. Если несчастье навалится, встаньте за друга горой. Я вам, ребята, желаю в жизни счастливым быть. Как вы сегодня красивы. Будьте такими всю жизнь. Не надо хлопать. Я директору сказал, что говорить мне нечего. Я бы сказал вам через 10 лет, когда вы придете сюда через 10 лет. С колясками это само собой. А говорю, почему через 10 лет? Только через 10 лет некоторые поймут, что я от вас требовал. И я думаю, что если вы все поняли, то через 10 лет вы придете и скажете, что школа все сделала правильно. Ну, а вы обо мне и о школе вспомните. После первого курса кто поступит. Ну, а кто будет вечерним, тем здоровья. Тем, кто будет работать, двойного здоровья. Ну, а все остальное приложится. Вот, родителям, наверное, крепкого-крепкого здоровья. И всего-всего-всего самого лучшего. Вот, все, пожалуйста. Уважаемые гости, дорогие ребята. Разрешите мне всех поздравить одновременно с праздничным и одновременно с грустным днем. Разрешите всем пожелать успехов. Вы знаете, я вас хочу поздравить, дорогие ребята, с химическим языком. Понимаете, я вас учила в самом начале, как только мы начинали изучать химию, я вас познакомила с различными типами химических реакций. Помните? Химические реакции разложения, химические реакции соединения и так далее. А еще я вас познакомила с химическими реакциями, которые в результате дают обязательный тепловой эффект. Тепловой эффект бывает положительный и отрицательный. Верно? Так вот, я вам желаю всем реакции соединения в самом лучшем смысле слова. Чтобы у вас были удивительные друзья, чтобы вы научились их разбираться в людях и выбирать именно друзей. И обязательно, чтобы при этих реакциях соединения вы обязательно выделяли энергию, такую энергию, которая бы помогала жить вам и вашим детям. Всего вам доброго. Дорогие родители, дорогие ребята, я поздравляю души вас с этим большим праздником. Но совпало так, что вы вступаете в жизнь в очень трудное и неспокойное, я бы сказал, смутное время. Прежние идеалы свергнуты под натиском времени, а новых пока еще нет. Но правильно здесь Людмила Петровна отметила, что есть еще общие человеческие ценности. Об этом не нужно забывать. Не будьте в дружбе мелочными. И куда бы вас жизнь не забросила, в каких бы краях ни были, вы никогда не забывайте свой дом, в котором здесь вы сегодня находитесь, те своих друзей и те волнующие минуты, которые сопровождали вас вот эту жизнь. Счастливого вам пути. Дорогие товарищи, это первый раз я так вас называю, дорогие товарищи. А всегда я говорила вам как? Дети. Дети. И может быть, в последний раз сейчас произнести, дорогие наши дети. Пять лет я вас учила. Пять лет. Казалось бы, так много. И такой трудный путь, потому что и сложный предмет, и сложные программы. И как на грех, в основном вы больше отдавали предпочтение гуманитарным наукам. Но тем не менее, я воролась за то, чтобы физика была любимым для вас предметом, насколько это возможно. Наши посещения политехнического музея. Вспомним. Когда нам открывали просторы науки в разных областях, каждый год мы с вами его упорно посещали. Так что это тоже незабываемо. Я в этот торжественный для нас день хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не кривили душой, были порядочными людьми. То есть никогда не кривили душой ради собственной выгоды в школу. Вы знаете, много трудностей, конечно, в процессе преподавания, когда мы встречаемся на уроках, когда что-то не получается, что-то хорошо получается, и думаешь, ну всё, уже нет и сил, и всё. А на завтра смотришь в ваши лица, на завтра смотришь опять на ваши улыбки, думаешь о том, что это будущее, наше будущее, и это наше будущее должно быть хорошим. И от себя тоже зависит много, чтобы это будущее было хорошим. Дорогие друзья, да, теперь друзья. Придёте в школу, будем здороваться за руку. Придёте в институт, там вас будут считать учениками, а здесь уже долгожданные и всегда долгожданные, желанные друзья. Приходите почаще в школу, не забывайте нас. Мы о вас будем помнить всегда. Вот сейчас встречаются прошлые, позапрошлые и такие, такие, такие выпуски. И все, все нас считают друзьями. Не злитесь на нас. Мы хотели только добра. Только добра. Спасибо вам. Покажёр, Димир, на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тихая, пустыня дневный гол. И звезда звездою говорит. В небесах торжественное чудно, спец земля в зиянии голубом. Что ж у меня так больно, так грустно? Жду чего? Жалею ли о чём? Пусть не жду от жизни ничего я. И не жаль мне в прошлом, не чудеси. Я хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы Я мечтал навеки так заснуть. Чтоб в груди гемали жизни силы, Чтоб в дышавство маластика грусть. Надо мной всю ночь, Везде лилеля, Руднувшим и тихо, Был успел. Надо мной, чтоб печь не зеленее, Темный дом вспомнился и шумел. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И вы хотите мне договорить? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Я никогда с микрофоном не разговаривал. Просто я так понял, Потому что вот я там сидел, А тут кому-то будет рыбу раздавать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как он здесь, Валера поймает, значит, да. А я вам хочу сказать одно. Я, конечно, молодой путешественник. АПЛОДИСМЕНТЫ Но хочу вам сказать одно. Я прожил большую жизнь. Я видел много. Но то, что я видел на середине, Это все останется в моей памяти И на всю жизнь. Можно отдыхать, я не знаю. Я не был на Майами. Я не был на Болемских островах. Зря. Но я думаю, что если кисловые субсидии подпишут, Я еще, может быть, там побуду. Но. Я, вот, в чем мое выступление. Вы понимаете, что? Юрий Васильевич нашел жемчужину В сердце России. И он там остановился. Вот. Потому что это Россия. И когда мы говорим о воспитании детей, И вот те, кто побыл там один раз, Хотя бы, вот, на середине, Он не забывает. У меня двое детей. Вот одна девочка здесь. Маленькая, да? И Валера, муж у нее, Который тоже побылся в своей жизни. Который, да? Вот. А у них есть маленькая девочка Настя. Вот. Которая тоже. И вот в какой-то год, В какой-то год. Значит. У них, Ну, где-то купили одежды, Я не знаю. Там это. Вот. Путешествия в Турцию. В экзотиках, да? Средиземное море. И когда я приехал, Я говорю, Настенька, А что ж ты самар? Нет, это самодель. Средиземное море, Это не сериально. И они тут же поехали на серию. Вот. И я думаю, Что, конечно, Тяжелый экономический успех. Ну, благодаря вот тоже энтузиасту, Туристу, Товарищу Рублёву, Который директор исполнен, Да? Иди, Иди, Иди туда. Вот. Я только единственное хотел вам сказать. Приезжайте вы на селье И отобрайте в себе бани. Не просто там брошенным каким-то там мусором, да? Мне всегда приятно, Когда приезжают из сельера люди, Ребятки, Они говорят, Мы только лазим. А твои елочки уже, Вот они какие. А им уже лет по 20, наверное, да? Можно поменьше найти, да? Я всегда говорю, Герои Васильевны, Остал бы ты самую олею елочек. Я думаю, что в 2001 году Юрий Михайлович Это воплотит мою мечту. И последнее. Последнее. Все прекрасные. Все те, которые были на сельере, Вот. Он неподражаемый. Он неумирающий. Потому что он видел красоту, И он, соблюдая эту красоту, Живо, красиво. Георгий Васильевич. Георгий Васильевич, прошу вас. Ну-ка, жукуй. Три красавицы из небес Шли по улицам Мадрида Дона, Клара, Доларес и красавица Пипита. Одной с лощей Руку с робким ожиданием Бедный, нищий, молодой Протянул за подаяньем Бедный, нищий, молодой Протянул за подаяньем За один, два, три, а Помянул он Донну Клару Доларес была щедрей И дала Реала в пару А Пипита всех бедней Не имела ни Реала Вместо золота она Бедняка поцеловала Вместо золота она Бедняка поцеловала В это время проходил Продавец букетов рядом И его остановил Удивленный, нищий взглядом И его остановил Удивленный, нищий взглядом За букет из алых роз Подал он все три Реала И красавице поднес Что его поцеловала И красавице поднес Что его поцеловала Так старые, ой, ой, олень Умелют любить Женскую ласку Умелют злить Запомнила Зимой, как тебе не стыдно Большая река Сибири Самая маленькая часть света Африка 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 Потому что, знаешь, я его над dette Афралии Не считается, не засчитывается. Не прячься. Что? Как? Возьмите. Умещение для корабли. Омрик. Мы очень дружны все вместе. Мы очень дружны все вместе.